Вот в сегодняшней беседе я хочу коснуться только истории сионистского движения, в которой я принял участие в всю свою жизнь. Наша семья была сионистская. Брат был руководитель Бейтар. Он очень любил Жаботинского. И отец был ревизионистом. Я учился в Хедер, а потом учился я в Тарбуд. В Тарбуд учили мне знаменитые преподаватели, сионисты. Например, Куперштейн, который я его видел здесь в Арксисреи. В Тарбуд я учился еще у преподавателя Бертини, Галерган, его сын. И мой родственник был. Сын, его композитор, знаменитый сейчас здесь. У нас, в наше местечко было сионистское местечко. Все были там. Три тысячи жителей были. Большинство это было сионистское. Мой брат очень дружил с Жаботинским. И ездил, где он побывал. В Черновидце, в Адражку. В одно время я, значит, малых лет еще, я совершил такой поступок. Когда у меня было 14 лет, я ночью выскочил через окно. И убежал в Ахшара. Техалутсин. В Ясах. Там собирались сионисты и работали. Знаете, что халутсин? Да, да, конечно. И я убежал в Ахшара. И там не приняли Ахшара. Я там работал. Работал. Ну, потом, время прошло. Я говорю коротко. Время прошло. Мне было 5 лет, когда началось звонить. И все. Все, пожалуйста. Я прошло. Тогда освободили Бессарабию. Я уехал домой к матери. Мать была из города Ясу. Поехал в Бриджево. Когда я приехал в Бриджево, после этого, после этого, ехал я в город Сороки учиться. Я хотел стать агрономом для того, чтобы поехать в Бриджево, и там обрабатывать землю. Когда из Сорокова уже, значит, мне захватила там война. Ну, историю войны я отдельно расскажу. Когда закончилась война, я вернулся в город Новоселец. Вернулся в город Новоселец. Когда вернулся в город Новоселец, это Черновицкая область, почему я поехал туда. Там мой дядя, Дезицер, был руководителем сионистской организации. Это какой год был? Это год 1946-1947 год. Я пропускаю Новые годы, которые еще не были такие. Я приехал туда. Там население в основном было все низко настроено. Я же им рассказывал. Я остановился у этого дезицитера. Но здесь был очень... МГБ стало придираться к тем, которые были сионистами. И вот начальник МГБ, я помню, как сейчас, войск, 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 его дядя. Еврей? Нет. Начальник МГБ, русский. Вызвали и хотели с меня делать, ну, чтобы я помогал ловить сионистов. И он мне рассказывал подробно, что он запрос сделал. Он знает, что вся семья все низкая. Брат, я забыл сказать, когда брат... Когда немцы забрали еврея из Бритчева, забрали и брата, и одним из первых его убили. Моих очень много убили. Если посчитать, я посчитал родственников, друзья и так далее, 37 человек моих убили. Он стал на меня нажимать, это СМГБ, буйский. И потом, в один прекрасный день, он вызвал меня. Он говорил так. Это вся семья ваша сионистская, ты сионист, ты был в Ясах, был Халуц, был уважаемый Жапатинского. И всю эту историю знал кто-то, и мы рассказывали. Он говорит, если ты перейдешь к нам, поможешь нам. Будешь хорошим другом для нашего народа. И сохранишь жизнь, да? Сохранишься. Я пришел домой, и потом он взял, я говорю, я не буду, я уезжаю, я хочу учиться с института, я говорю, ты уезжаю в Силово Малаги и буду читать там лекции. Он говорит, ты подумай, если нет, дай паспорт. Он взял паспорт, да, до того, что он взял паспорт, он мне связал руки, положил меня в карцер, забрал паспорт, там был пограничный зон, забрал паспорт и порвал его на куски. Негодяй. Ремень у меня, я помню, как сейчас, он ремень снял у меня, потому что, чтобы я не повесился там, он ремень снял. И, а у меня на улице стоял отец мой и жена, которая, здесь она есть в Кормеле, вот жена моя. Ну, плакали, все, и местечко, а один у другого узнал, что Пилата, я имел авторитет, потому что я писателей из Черновицы вызывал, читали лекции, там, дружили со всеми. И пришел один, говорит, Глевич, я ему говорю, вы знаете, что, то, что он забрал у вас паспорт и порвал, а здесь пограничный зон, ждите, не сегодня, так завтра вас заберут вместе с женой, с ребенком и отправят в Сибирь. Потому что, по многим городам, уже таких бывших сионистов, вообще отправили в Сибирь. Что делать? Мне помогли наши евреи, помогли, дали нам машину, грузовую, вместе с своей женой, жена. И у меня уже была девочка, дочка, Мила, она тоже здесь, в Кормеле. И мы ночью бежали, Каменск, Каменск-Подольск поехали, из Каменск-Подольск поехали в Проскуров, потому что ее родители жили в Проскурове. Здесь, он спас действительно меня, потому что через пару дней собрали большую часть евреев, которые прогрессивных. Ну, я помню, как сейчас этого, мне было здесь записано, я забыл, любной врач один, который был друг Шалом Алейхома. Так он его забрал, забрал, ну, все, которые более-менее прогрессивные. И половина из них не вернулись. Половина из них не вернулись. Так, это вольский, интересно. Я хотел вам целую историю, как они забрали их, как они вернулись. И, ну, вернулись четыре человека из всего их. Так, сейчас. Об этом потом, видите, вот статья, когда приехал, много, вот, статья писала в газете, в этой газете, в еврейской газете, как Мебукаш, Ли ХГБ. Пришли журналисты, как там, потом. И я вспомнил бы эту историю, когда меня забрали. Фельдман, его зовут. Вот я посмотрел, вот мы это. И Фельдман, и Фельдман вместе с, и забрали вместе с дочерью. Но почему я вспомнил Фельдман, потому что он имел автографа от Шалом Алейхома. Он очень любил Шалом Алейхом, Шалом Алейхом, о нем что-то говорил. И его убили. Убили многих, что перечислили, но несколько приехали на обратную. Так, после Проскурова мне помогли. И я поехал, переехал в Тишинев. Приехал в Тишинев. С чем я занимался там, в Тишинев? Когда я приехал в Тишинев, скоро уже там. И вот в Тишинев я познакомился с местным сионистом. И не только сионистом. Это был период, когда, значит, искали погибших. В Тишиневе убили почти полнаселения, три четверти населения во время. И очень многие были уже по лесам, по оврагам. Я создал группу. Группа следопытов. Наша группа следопытов была, прославилась. Я был преподавателем Бельского, то есть Тишиневского педагогического института. И до этого я в Творце Пионеров. И чем я занимался? Я собирал ребят, рассказывал всю эту историю, что было. Изучал. И с ними вместе ходили. Мы что делали? Ходили, искали погибших. Вот здесь статья пишется. После меня, когда я уехал уже, пишет наш голос, эта газета. И редактор этого голоса, Балцан был редактор. Просто что, Балцан здесь есть. Это газета. Балцан его зовут. И вот писали. Когда приходили люди, говорят, мы знаем, где-то есть, лежат непохоронены, лежат там, лежат там. А им ответили. Уехал Пилат, и этим больше никто не занимается. Когда, вот, газета написана, статья, когда Пилату говорили, что где-то есть, или где-то есть погибшие, или лежат, он каждый вечер с группой ребят. Ходили, копали, докапывали, положили. Их, много их таких. Вот. Это надо было крепкие нервы иметь. Очень крепкие. Вот, есть у меня очень интересная статья. Эта статья получил год тому назад. И с этой статьи писал журналист, вот она есть. Эта статья, это надо статьи, это все переписали. Пишет, что Пилат надо дать звание цадик, святой, потому что он, сколько он был так, он этим занимался. И я писал там, везде, все газеты писали, все статьи писали, не писали, что я ищу евреев, а писали, что я красных следопыт. Я сделал целый, и даже музей сделал красных следопыт. И не только музей, и все приходили красных следопытов и помогли мне искать. Мы ходили искать везде, везде, везде. И мы узнали места, где похоронили. это первое. Газеты писали, я это делал 20, примерно 20 лет. И ходил, я вам показал, как я по горам, как я одет, как вы не видели, вот это. мы потом покажем. Потом, да. Еще много еще. И писали, потом газеты, газеты писали, посчитали, и все писали, что я прошел 45 тысяч километров. И везде 40 года, 45 тысяч километров. И здесь описано, где. И в Москве, когда был всесоюзный конкур следопытов, я получил второе место в Союзе. Вот у меня есть документы. Да, это. В Советском Союзе я получил второе место. Мне дали документы, изучали все, и я сделал в этом музее, там, пединститут, и в пединститут, и там, дом пионеров. Я сделал музей, я везде все, что делал в музее, везде собирал материалы, и материалы их очень много. После этого я еще занимался другим делом. Вот уехал, узнать, да, вот статьи, которые писали Миреон Каутари или Триес Пент-Рометт, что есть? Пилат, да, статью, и пишет, человек, который всю жизнь посвящает поиски погибших во время войны. О поисках, я их хоронил ночью, но мы не говорили, что это только евреи, но я знал, я потом написал книги, кто еврей, кто не еврей, но все, которые погибли, все, которые нашли, и газеты писали, вот писали газеты об этом, об этом писали очень много вот таких писали. Обо меня узнали многие, за границей все, и вот когда была конференция о следопытов, когда памятник сделан в Бухаресте, 50, там памятник память, памятник этим погибшимся, вот я вам покажу, вот, вот сделали конференции, всемирные, и на всемирной конференции в президиум был Розен, профессор, это был Раф Розен, Раф Розен это был, он был руководителем Раф Аруф из армии, нет, из Румынии, он помог всем Румынам выехать, он был в хорошем отношении с Америкой, он это все делал, и он вызвал на этой конференции три человека, вот он знает, вызвал, он, он был, Моссес Розе, его зовут, вот фотография, он, второе, это был Еуда Бауэр, руководитель следопытов Ариц Исраэль, и я, вот фотографии, видите, вот, на этой конференции, я был, там выступ, мое выступление, я собрал все материалы, которые нужны, причем, я не просто так собирал и ходил, мне помог, помогли Илья, и все помогли мне делать раскопки, вот я делаю раскопки, раскопки было представители Илья, вот здесь есть представители Илья, как зовут, и я, и мы, видите, раскапывали то, что, все, и фотографии, и материалы, и все, везде, где было, лагеря, так с ним ходили, и обо мне есть статьи, которые, вот этот, полцарный, все люди вообще писали обо мне, что я делал. Да, вообще, это очень трудно, очень трудно. Очень трудно, и вот, видите, я стою, и потом, я покажу вам дальше, и потом, я, через, я начал, я стал руководителем сионинской организации, все, что я рассказывал, есть документы, я без документов не хотел, ничего, и вот, я, был тогда, вот, газеты, газеты, капошли, каждый день я писал, газеты, наш голос, наш голос, и вот, здесь написал, я нечего, что, председателем, был тогда, ассоциации, ветеранов, труда, войны, и сионистского движения, Молдова, и общества, еврейской общины, общества еврейской общины, что, и вот, я писал, вписываю, я организовал, сионистские организации, и вот, эти крупные люди, которые здесь есть, Бродский, если вы слышали, писатель, это они были, в моей сионистской, в сионистской, организация, нет, 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 не было, сейчас, сейчас, из сионистской, организации, надо, одну секунду, здесь очень важно. Ничего, ничего. вот смотрите вызвали меня тогда стала перестройка и вызвали меня в Москву и в Москву вот мой мандат и одним из первых я получил мандат мандат участника учредительного съезда Сионистской Федерации СССР да, это интересно у Сионистской Федерации СССР он являлся делегатом этого съезда с правым решающим голосом вы понимаете, вот удостоверение мне выдали и я приехал туда, в Тищинёв а в Тищинёве я а в Тищинёве я уже стал организацией Сионистской Федерации молодёжной и правый, и левый, и все и стал и стал равной общественной работой сделал выставку в центре города и на этой выставке выставка, когда ещё была русская, когда была перестройка это была коллекция Израиль, Натвич Пилат, коллекция марок чтобы знали в центре города видите так дальше стал ходить да я написал письмо письмо вот я только что вот я написал письмо премьер-министр десятки раз вот это очень важно и написал что я был по всем кладбищам я ходил я хоронил сейчас я покажу как я хороню каждый воскресенье премьер-министру ещё Румыния 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 и он меня в тот же день в тот же день номер отдал приказ это же такое что на просьбу на то есть на просьбу по просьбе Пилат Исаев руководитель такого-то Пилата приказ по всей Бзаби все памятники все памятники на кладбище другие еврейские памятники являются памятью культура и следует их охранять восстановить и строго наказывать если их что-то вот что я сделал вот приказ министра ответ на письмо мало людей это делал я сделал все делал если рассказывать вам что делать так это надо мне год подробно рассказывать да у вас очень много матери все документы есть дальше дальше я разъезжал по всем памятникам есть у меня у меня имеется пленка темно как кино как кино примерно там пленка огромная я взял и взял еще двух ребят с Горгебельцы и проехали вот не знаю эта пленка там настолько ценные что я даже не знаю вот изо всех стран взяли и принесли обратно если эта пленка показывает у меня есть она ну что я буду делать пленка оригинал я сколько денег нет взял ребят репортера и мы из села и села из города в город в каждый памятник в каждый кладбищ каждый синагог каждый тысячи материалов собрали и пленка есть целая у меня я могу вам дать пленку скажите и вы ее переснимите а за это пленка можете я не знаю что делать это можно большой ценности я на этой пленке стою рассказываю историю памятника и показываю памятник пленка большая 90 лет она есть такие хорошо мы потом еще да есть много а потом я стал публиковать фамилии имена везде те которые погибшие и кого я нашел из разных городов стали прибывать ко мне письма не только письма а книжечка обо мне вот такие книжки вот книжечки в тисках событий книжечки из Днепропетровска из Биробиджана книжечки стали не было дняшек чтобы не было по радио газеты из Англии из Франции все рассказывали вот примерно памятник в Фалешне видите то есть кладбище Фалешне и вот из 800 памятников остались только три я взял для свидетелей остались только три и кто осталось это местечко Фалешне и вот такие я стал публиковать по всем по всем газетам вот я прикажу покажу вам все есть у меня все у меня фотографии дома наверное 20 тысяч хорошо понемножечку дальше а потом стали приходить ко мне экскурсии крупнейших людей и я пошел с ним в город Дубасара сейчас показал и показал здесь где лежат 80 человек сейчас поставлю об этом шумел весь мир а я группу взял и побел туда их и помогал и здесь может розы покажите пожалуйста крупные люди есть очень много а нет не найдете я не найдете и потом когда я увидел что у меня столько материалов есть столько материалов я стал делать музей первый еврейский музей вот он первый еврейский музей я всего сделал 12 музеев я делал в Ярушалим я сделал в Тель-Авив я сделал я вам расскажу что здесь здесь я сделал больше чем вот видите вижу вот так вот вторая часть библиотеки еврейская собрал все книги обогатили стал читать лекции и учебные сделал учебный центр и читал по иврит и на каждой лекции приходили по 300 400 человек это сделало в клубе в клубе где делала одежда которая как называется в клубе ну в рабочем клубе в минимальный рабочий клуб и зал был огромный и я читал и я каждую субботу и каждый день вот вторая вторая часть музея этого музея вот в этой часть музея я несколько имею в этой часть музея скульптуры я собрал искусство чтобы не потерялся и этот музей сейчас находится там все музеи 12 я вам покажу и они стоят они действующие все действующие очень хорошо и приезжают тут из Америки из Швездных стран вот и а я сделал это сделал потом я сделал часть взял из всего города и собрал быт евреев и пришли ко мне вот как это называется который передает по радио по радио здесь по телевидению в Иерусалим как его знаменитый вы не знаете фамилию я забыл я его знал нет к сожалению я не знаю он он крупнейший здесь он приходил ко мне приходили все у меня имеется 8 пленок и потом эти пленки сделали кассеты и продавали по всему миру Америка и так далее я могу показать они лежат там и я рассказывал и когда а потом я стал собирать материалы герои вот много я же это первый первый музей который там сделал и что я еще сделал я стал вот сейчас будет крупный сейчас еврейский погром знаете в 1903 году был в Кишинюре в Кишинюре и вот еврейский погром я собирал людей которые помнят что-то или им рассказывают и видите сделал специальный кабинет и записывал их все записи их не есть у меня сейчас сейчас я наверное подарю другой потому что наш музей не может не может столько маленьких 10 комнат вот видите вот я оделся и вот он и фамилия и на каждый кто писал есть и его фамилия и процесс как я с ним разговариваю что мне рассказывают это их и весь город был заинтересован рассказывать и здесь вот вот каждый раздел что остался вот хорошо но что я хочу сказать так а потом собрал ребят комсомольцы и создал сионистскую организацию из комсомольцев из комсомольцев из комсомольцев члены партии ребята вот они сейчас все в Израиле но это вообще интересно я и я возил с собой из комсомольцев сделать сионистов и все они здесь скончали университет да очень интересно и я имею все эти фотографии этих людей и что они сделали они со мной не просто ходили на кладбище видите кладбище разрушено а устанавливали у нас был план работы и фамилии есть и людей есть и кроме того они продолжали поисковая работа вот она видите как мы в горах как мы устанавливали памятник как мы видите сейчас я вам покажу второй там тоже и над этим музеем написано это еврейский музей экспедиции все все это по иврит написано я же знал иврит это все написано по иврит я посвящаю сионистам и моему брату руководитель сионистской организации которые убили пали жертвы и всем сионистам вот это я писал после этого так так я да материала сколько много но вы ориентируйтесь я прожил это все так потом потом я стал я же имел огромное количество материалов со всех стран кто приехал и я давал материал все вот этот вот здесь который крупные люди знают и все что я сделал знал Шамир премьер-министр Израиля вы лично знакомы с ним? когда приехал то я приехал к нему домой даже домой он мне значит так рассказывает так когда я приехал он не он значит так у меня эта история очень интересна у меня собралось тысячи тысячи материалов что мне делать с ним ко мне приезжали каждый раз с Америки сионистов приехали из Англии Франции со всех стран и потом мне посоветовали мы вам поможем я показал вот эти все материалы которые 12 я должен их собрать дарить и сыровее как их собрать как их перевести и мне дали адрес наверное 40 30-40 человек или больше у меня адреса есть и людей всех я каждому отправлял посылки отправлял посылки и у каждого собрал посылки Миша Миша на одну минуточку я вас прошу одну секунду и эти посылки здесь наш Моссад знал об этом все знали и эти посылки шли прямо куда сюда людей которые не знали в каком году мы последние посылки забрали с вами это моя правая рука или я его сейчас расскажите в каком году сейчас в 98 году нам позвонили что 65 посылок которые отправил пилат из Кишинева находятся на верхнем этаже на балконе квартире одного израильтянина мы поехали машину нам дала Илья и мы поехали и забрали 65 посылок что меня удивило на посылках не было ни адреса ни отправителя почему потому что запрещено было вывозить материалы пилату и Шамир премьер-министр Израиля через через своего представителя Декеля дал команду переслать посылки по истории вот здорово и это посылки были всего они легли 90 тысяч всего я сам сложил их и они с ними и вот за это мы с ними ездили вдвоем и привезли 60 у одного человека у всех людей разные фамилии я не знаю кто они такие и когда я приехал сюда так этот человек я забыл он умер Декин о видите голову это это Декин это Декин умер сын большой журналист он я не могу ехать уже сейчас чтоб я поехал к нему он хотел чтобы я и Декин взял меня за руки и поехал и зашел ко мне к Шамеру а когда дошел к Шамеру меня не спрашивал ни фамилия ни имя никто я такой я хожу я даже думаю я в кабинете сегодня его больше не да я я я пришел туда вы понимаете я пришел туда мне вот вот этот герой все все эти старожа все в сторону и меня прямо туда к Шамеру Шамеру ушел познакомиться все ушел принимайте меня вводят в какой-то зал там очень красивые девушки секретарши и мне дали чтобы кушать чтобы пить все что хотите и потом я выхожу я говорю где я буду работать а я говорю работать я вас приготовлю работа у вас подготовленная где сейчас сейчас скажу я ваше ну это большой ваше и мне дали показали пришел Котовский Котовский так работал председатель и говорит вот Котовский это председатель чего был он заместитель председателя музея он ваше и мне дали стипендию Шапира правда небольшую я им полторы тысячи документов подарил погибших шоа я всего 90 тысяч подарил я сюда 90 тысяч подарил все мои так мне дали 90 900 месяцев деньги мне назвали руководителя отдела мне дали отдел отдел погибших отдел погибших в Приднестровье вот мы об этом нет материала садитесь телефон все что хотите работать год я работал год вы понимаете да да в это время когда год ну здесь я в это время Шаранский это как как называется это сейчас я настолько я после перестройки после войны но он еще тогда партию свою не создавал нет я год он просто диссидент без денег ночью целую ночь ночью приходил к нему без денег он сидел в этой комнате я сидел в той комнате знали пилатов все что я делал алия синистский форум без денег я был такой я не знаю столько работ вы везде вы же понимаете днем днем я целый день был в музей в музей в этот музей а ночью я был там спал я на скамейке на полу мне дали какой-то комнате и я ходил там 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 была грязь там лежала во всех углах и ключи у меня были и я искал документы я искал и нашел тысячи ценнейших документов я и сейчас имею огромный дом и эти все все эти документы я деньги не получил проезд мне дали проезд я потому что в семьях жил в Реховод и я должен был ехать так один день здесь один день ночью я здесь работал и меня дали день ну я получил стипендище первый небольшой я ночью я сделал музей Алья Алья я этот музей надумал как я написал статью я это я сейчас я расскажу потом я потом в Тель-Авив я еще работал третий день каждый день и я написал фонд памяти смотрите вот статья и в этой статье написано что Пилат итог итог и так и так и так Пилат вот считать этой статье есть все значит делает этот Пилат делает собирает всех тех которые сионистов в этот значит в фонд и делает фонд памяти вот написано фонд памяти собирает все материалы которые сидят в тюрьме собирает делать музей делать все и все что хотите помогите это много читать вот эта статья появится заодно интересное дело сейчас сейчас заодно собирались все бывшие сионисты из там из Союза в Бессарабии в Телавив куда собирали и решили чтобы создать сионистская организация бывших бывших которые приехали и решили вот фамилии я не вижу Виктор 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 Басин его председатель а почетный председатель этой организации всех сионистов которые приехали Пилат Израиль и меня сделал почетный председатель до до Шаранского почетный председатель но да закончу я с этим материалом Шаранского да 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 я за некоторое время я сделал там сделал 30 стендов алья так называется ну вы знаете какой алья ну конечно и 30 стендов и на все съезды которые были я выставлял выставку сколько раз меня Шарански целовали все целовали все потому что это было впервые и это сейчас я услышал потом я уехал оттуда я уехал сюда сначала Тель-Арив потом сюда когда уехал мне рассказывали что меня не рассказывал мне звонила заместитель мэра города мэра города Юршалай есть женщина одна которая знаменитая и поет Барт и позвонила что они получили помещение сделала помещение для евреев общины евреев там и там выставили эти три стендов вы понимаете сделал музей музей алья ну а потом приехала сюда Роза еще один второй и сказали вы продолжайте работать но я отсюда ехать сюда каждый день работать я уже не мог и сил не было и и и силы не было и денег уже не было так они значит обещали приехала ну эти трое приехали приехал бывший ну все начальники сказал заканчивайте мы этот музей делаем крупный он сейчас 30 стендов есть и сейчас музей есть будет у нас здание мы его дальше и я у меня дома лежат остатки но лежат такие инструменты я должен им дать чтобы они закончили музей но они не приезжают я ехать не конечно пожилой человек тяжело я устал и я не знаю что делать лежат у меня здесь не смог найти я половину музея у меня архив и они лежат но лежат на такие я вам покажу еще это это покажу это и я рассказываю вам 5% с того я ничего не любил рассказывать о том у меня все документы вещи факты все 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 и значит это был второй музей первый я сделал там а второй музей вот я уже сделал вот здесь в корме не в корме второй музей я сделал вот башки лунь нет форум форум но он не закончил там но они показывают все время 30 стендов еще есть у меня я не знаю хочу я думаю она она была несколько раз сейчас не шаранский другой третий и забрать делать нет у меня ни денег не послать ни силы ничего жил семья жила у меня как это называется реховод реховод от реховода я сделал себе реховод я сделал себе выставка дома у меня столько было этих экспонатов дома сделал вот они лежат здесь ну примерно можете делать пять музеев чтобы показать они не висят они лежат и я пользуется большим авторитетом уравина у всех услышали и я сделал вы я разъезжал по израил сделал выставку выставка шоу а выставка чинизм я был здесь в ткате чтобы я я был так а 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 это очень бейбис и рады вот это бейбис и я ваще так разъезжал я бершева 4 дня был мэр города выступал а потом хадера 800 человек были на моей выставке у меня имеется 12 статей по всем местам я разъезжал 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 это все выставки это все нужно рассказывать и все имеется здесь выставки и писали и писали и писали все газеты писали и то что после этого когда закон когда это сделано выставки услышал услышал и бейбисараби корн был там руководитель что есть один из бессараби имеет такое богатство и и я пригласили я приехал нет сианистский форум приехал я сианистский форум а он говорит у нас было много документов у нас все это разбросано все это в грязи все это на улице все это везде там меня не платили я жил плохо приходил один раз два раза в неделю и все собирал где только можно этих материалов грязь ужасно материалы очень ценные ее писали сразу приехали и написали вот эта страница мне показывает как я собираю эту землю и как приехали и как я делал и делал музей огромный пять раз больше чем со мной вели себе там нехорошо я не имел что кушать я не имел где спать там я спал там на полу но у меня очень хотелось безобразие такое а и сейчас еще есть и сейчас и у меня дома здесь про этого сионистский форум про этого что есть это это я это я значит так потом здесь интересное интересное дело что когда я был это когда я когда у Шаранского там вот это да да тогда они меня страховали везде следили видите мне дали страховой поезд бесплатно не дай бог если я упаду или что то со мной случилось здесь сейчас говорили о человеке легенды поверните немножко наоборот да видите да да дальше а это надо читать а эти газеты эти еврейский музей который был это в в кишиневе и там и там и там это организация стала сильной сианинской после меня и обо мне написали исторический человек это написал этот человек болтсан который сейчас редактор газеты газеты называется газета вместо него был тот который согнал самолет а газета вести вести вот я вам покажу есть его все он написал но такой написал что про человека не пишет никогда все что я вам рассказывал он написал написал все ведь потому что он он вдохновил меня он он не знаю я должен я не имея адрес я хочу если ему написать он это он написал столько а и грамотно и дальше и дальше и 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 marriage и ты и и н а от из или а я и я ission як Все приходили, десятки экскурсий, ребята с Ешивы, написали обо мне, написали обо мне, написали обо мне, что я, здесь такие отзывы, здесь я имею сотню отзывов, вам покажут обо мне, какие министры и Шаранский, не только Шаранский, все писали отзывы, а здесь тоже писали тысячу отзывов, и я взял некоторые материалы, здесь, вот здесь что такое, провод, это, провод, это значит погромы, погромы, какие только хотите, дальше, а здесь 300 тысяч человек, которые убили Приднестрово, ценнейшие материалы, и все фотографии, и все материалы, а вот здесь, вот здесь, а здесь борьба, герой, герой опять Приднестрово, ну, если писать их, вот такие есть, у меня еще, а здесь герой сионизма, которые были все, А здесь Ашуа, показывал газеты, которые я, вот видите, это впервые я ходил везде и показал, смотрите, Эта газета, да, эта газета и эти материалы, я фактически дал этому музею в Румынии, там есть, вот, где убили, что убили, что убили, Это огромные, и из моей газеты художник сделал на целой странице, и написано, от историка, доктора Истарьон, Пилат, Израиль, и все, и все, и сейчас, сейчас в Румынии, это центральный, а что я делал этот музей, Ни копейки не взял, ничего не требовал, все это сделал, а потом в газетах, я взял все газеты, взяли у меня материал. А здесь мне приглашали в Румынии, мне сколько раз пригласить его в Румынии, но мне нет ни денег, ни силы, я не могу, Но это официальное приглашение было, много раз, много раз приглашение было. Так, а сейчас самое главное, которое... Есть у меня еще второе, второе есть, ну, или кое-что я возьму. Если вы на сегодня устали, то не можем... Не устали, я могу... Я понимаю. Я понимаю. Я... 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 Я же на левых глаз не вижу. Ухлеберщена... Корме. Вот расскажу про корме. Давайте. Приехал я, значит, взять мой лауреат государственной премии. Он в Академии наук. Государственной лауреат государственной премии. И он по электронике. И он сначала здесь работал, научной работой. Я говорю, забудь. И переехал сюда жена и... Ты, дочка. Семьер. Я... Что я буду делать? Я тоже... Я переехал туда. Я приехал... Первое... Что я сделал? Первое... Меня нанимали в большое здание. Шесть комнат. И я... Все, что у меня было, там есть. Я это выставил. И сотни людей приходили. Со всех сторон. Потом... А принес сюда девяносто тысяч материалов. Девяносто тысяч. Мэр города пришел. Все пришли, посмотрели по всеми экскурсии. Потом... В центре города, знаете, здесь забор здесь, который был... Каньон. Ну, забор здесь, который... Закрылся сейчас это. И я делал выставки. И выставки, и на этой выставке приходили все. Вот здесь... Вы... А вот то, что я вам сказал. Помните, что я вам сказал? А вам и друг в них... А... А... Этот, что я... Это... Это... Святой человек. Это написали мне румынцы. Я подумал, что сотни румын хоронил. И вот это... Газета. На румынском языке. Потом сделал... Вот... Описывать... Описывать... Описывать журналиста. Ему... Это... В прошлом году. Что мне... Ну, меня хотели добрать здесь, чтобы я там... Благословил, как я... Ну, я говорю, я не... Я не счастлив. Я не счастлив. Я простой сионист, еврей. Больше ничего не хотел. Чтобы мне... Ээээ... Хотя... Ореховодов... Меня вызвали синагомы там. Дали мне самое лучшее место. И граф пришёл и рассказывал. Но здесь я этого не хотел. Есть? Есть. Здесь мы. А если залезьте сюда и посмотрите... Вот и разные, нет, я покажу... Фотографии, которые я потом начал делать под ванной. Я и все, сейчас я покажу. газеты писали вот одна газета музею нашла про тичель израиль пилат и персональный музей израиль пилат показывает еще не был мы только начал я делать это в каком году было и потом написали газеты каждый по телевидению показывали дважды музей одного человека показывает удивились как 90 тысяч материалов без копейки сам делай дом и ночь и организовать потом приходили люди уже видите вот газеты тех времен а потом ветераны войны собрались и написали назначить директором это музея пилата и силы над и из израиля над и вот питание печатем и все комиссия это юрсалим не назначили я значит это рассказывать об этом здесь очень много дело в том что я стал здесь учить солдат историю еврейского народа потом девушки солдатки вот все имеется у меня посмотрите вот здесь и здесь сейчас я должен вот солдатки здесь семинары я делаю целый год я читал по ивре и и потом вот смотрите а эти занятия я в телевизии но курсы там но здесь здесь вот здесь а и 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 А здесь я сделаю подванку. А отзывы об этом делают подванку. Есть такая книга, вот у неё. Возьмёте на русском языке, и там вы увидите, как приняли всё это. Вот смотрите, плакаты были, вот плакаты мэра города и я. Везде плакаты мы послали, по всему миру. В Америке писали о нас. В Америке много писали, несколько лет подряд. А потом наши фотографии, смотрите. Вот здесь можно всех. Это они не висят здесь, они лежат. Лиша там выгод. Город, юдей, а реуси. Героизм. Это в войне против арабов. Евреи в борьбе, в войнах Польши. Частично. Частично. Сейчас я написал здесь книги, сейчас пять брошюр. Вот они лежат. Как я могу? Пускай лежат. Ну, да, проходите. Ну, такие вот. Значит, там, значит, всего сделал я один в Чеченеве. Ну, пединститут медиа, это мелочь. Еврейский музей, 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 Баши, Чеченеве. Музей, музей, Баши, музей, Баши, музей, Баши, музей, Баши, музей, Баши, который надо закончить, есть еще у меня в музей, это в Иерусалиме, музей, Баши, Баши, музей, Баши, музей, две комнаты, здесь в школе, здесь школа, как называется, героизм евреев, так называется школа. И во всех школах я ходил и читал, и рассказал, но сделал музей, так и музей стоит, и написано. Они очень, сейчас я должен посмотреть, я должен искать, что они очень красиво, каждый год пишут и приглашают, у нас музей есть большой, прям на горе, и музей Пилата Исраэль, мое имя, и деньги пишут. Это в школе Горовец? Да, там я, они сделали музей большой, но мне сделали героизм, школа, школа, как называется, Мегадима. А, Мегадим. Можете зайти посмотреть там. В общем, я посчитал, 12 музеев я сделал, без денег, большим трудом, так я так и заболел. На одном энтузиазме. Что? Я говорю, один энтузиазм. Ну, они помогли потом, ну, а это уже, не это, это мне не подчерк, они взяли с газет, перезали, перекопировали и поставили. А мне документы, я документы ценнейшие оригиналы, и на всю жизнь они могут быть. Сейчас я делаю музей большой в Иерусалиме, знаете, в Атруне. Я делаю кому-то там. Единственное же, мое имя, сколько я рыбу, жить, жить, но мое имя, чтобы осталось, я могу еще там, но все нет. Так, а это я не люблю. Вот вы будете, вот там, где увидите, что в Польше воевали, там, где воевали в Кашской России, там, где реализм, там документы, а здесь просто журнал, или человек дал фотографию, это я не люблю, когда берут журнал или газету, копируете, а вот здесь все, а здесь с этой стороны, даже отдохните, я покажу, потом я уйду. Здесь я хочу вам показать. Хорошо. Я тогда сейчас отключу. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!